так друзья всем привет вы снова на канале ланатокартинг и сегодня у нас будет выпуск посвящен новичкам да кто впервые собирается прийти покататься получить удовольствие неважно к нам вы придете или на другой картодром эти советы будут вам полезны на первый взгляд они могут показаться очень простыми но на самом деле они очень эффективные до используя и применяя то что мы сегодня расскажем вы получите максимальное удовольствие от катания самая распространенная ошибка это прийти в неудобной одежде либо же в светлой одежде мы готовы предоставить решение для этой проблемы потому что у нас есть широкий выбор комбинезонов как вы можете видеть они от самого маленького то есть от 122 сантиметров до 194 но по факту там комбезы налазят на людей которые 205 допустим они также подписаны здесь давайте вот просто вот честно комбинезоны сейчас под постираны я не проверял где какие висят но проверим насколько это все четко работает вот 158 соответственно он висит где 158 на здесь все 158 здесь вы не запутай здесь все четко но есть одна опять же ошибка да многие люди приходят допустим у меня рост 170 я смотрю на 176 но в этом варианте в принципе хорошо 6 сантиметров запас есть потому что верхняя одежда она средает размер особенно зимой имейте ввиду поэтому рекомендую выбирать комбинезон на сантиметров 10 больше вашего роста главная проверка как проверить комбез по размеру он вам или нет вы его одеваете и вы должны спокойно присесть то есть не должен ничего разойтись лопнуть и так далее все должно быть четко вам должно быть в нем комфортно как правило комбинезоны есть во многих картинг центрах но что вы скажете на то если вы придете не в той обуви кто решит этот вопрос мы допустим решить этот вопрос можем потому что у нас есть вот такая спортивная запасная обувь собственно просто нужно обратиться на ресепшен и ваши белоснежные туфли и ботинки и кроссовки будут в порядке вторую ошибку как правило совершают уже в предстартовой зоне во время того как слушают инструктаж инструктаж на самом деле очень важная вещь особенно если вы приходите впервые и ничего не знаете потому что на инструктаже рассказывается про поведение на трассе что означает тот или иной флаг допустим есть желтый флаг да он обозначает что впереди опасность нужно снизить скорость или синие уступить дорогу иногда бывает такое что люди не слушают инструктаж и на трассе они просто не понимают что показывает им инструктор соответственно если по крайней мере у нас такие правила да если человек не выполняет требования инструктора раз два три замечания получил потом его возможно снимут заезд то есть но бывает такое потому что правило нужно соблюдать поэтому инструктаж мы слушаем внимательно про подбор весь остальное кроме камень зоны такой как шлема защита для шеи одноразовые шапочки перчаточки также одноразовые это все выдает вам наш инструктор после инструктажа вот и также выдается защита для ребер и сейчас пройдем на питлейн я вам ее покажу это у нас защита для ребер одевается поверх комбинезона и защищает ваши ребра тоже рекомендую одевать дальше мы перейдем к ошибки которые часто совершают при посадке на карт здесь очень много вариантов как заходить и как выходить из карты это по сути дела одно и то же очень много разных вариантов зайти в карт но всего лишь один вариант из этого всего правильный мы ставим сначала левую ногу на левую платформу и сразу же мы переносим ногу на правую платформу то есть всего лишь в два движения и мы уже в карте дальше мы беремся за руль и вот так удобненько садимся вот мы уже здесь ничего нам не мешает мы не совершили никаких лишних действий максимально безопасно и комфортно сели на что стоит обратить внимание пока вы ожидаете инструктора посмотрите насколько удобно расположены ваши ноги дотягиваются ли они до педали можете ли вы нажать газ и тормоз до конца если нет можно попросить инструктора отрегулировать педали потому что у нас эта функция доступна вы можете сделать педаль чуть ближе чуть дальше то есть есть всего лишь два положения также немаловажно особенно актуально для допустим хрупких девушек до небольшого телосложения сиденье рассчитаны естественно не все универсальные и бывает такое что очень сильно болтаешься в карте такого быть не должно вы должны сидеть максимально так найти с поддержкой боковой до без пошатывания если такое происходит попросите подкладку под сиденье у нашего инструктора либо если вы катаетесь где-то в другом месте то просто у инструктора такое должно быть на каждом картодроме как она выглядит сейчас покажу вот так выглядит вот эта вкладка в сиденье которую можно положить вот так и сесть соответственно будет немножечко комфортнее сидеть на ней вот пользуйтесь и запоминайте следующая рекомендация для девушек с длинными волосами я рекомендую их убирать либо под комбинезон когда вы еще одеваетесь либо под шапочку одноразовую до вам так удобнее будет просто кататься на карта и наверное один из последних моментов перед тем как вы отправитесь заезд вы должны быть пристегнуты то есть вот так раз и вы пристегнуты обычно этим занимается инструктор но если у вас есть желание пристегнуться самостоятельно то пожалуйста третья ошибка заключается в том что многие когда приезжают впервые покататься садятся на карт и сразу начинают дубасе я настоятельно не рекомендую этого делать а я советую первые круги прогреть резину проехаться почувствовать карт по нажимать газ тормоз покрутить рулем посмотреть как он заходит в повороты это будет гораздо эффективнее на последующих кругах потому что вы привыкнете вы уже будете понимать как карт рулится как он едет и покажете максимально хороший результат для первого катания следующая ошибка заключается в том что многие думают что они сейчас придут в картинг и смогут подрифтить как следует сразу скажу у вас не получится многие путают дрифт с скольжением это совсем разное об этом мы тоже рассказывали наших выпусках можете посмотреть послушать либо просто почитать да в чем разница хоть карты и мощные особенно наш клуб вы все равно не сможете на них подрифтить потому что у нас качественное асфальтированное покрытие лучше в москве и держак на нем просто сумасшедший особенно когда резина прогрета есть какой-то накат на трассе это просто сделать невозможно подрифтить здесь никак это возможно только в том случае если налить наверное сюда воды что исключено потому что у нас скрытый картинг и тогда скольжение да будет возможно можно и подрифтить карты кстати заднеприводные не переднеприводный не полный привод а задний вот это дает ощущение дополнительное к разгону к динамике потому что кто ездил на заднем приводе и на переднем приводе наверняка чувствовали разницу но кто чтобы не говорил вам не запрещается скользить то есть это чисто ваше пожелание хотите поскользить скользите потому что многие приходят именно за этой эмоции за этим драйвом получить определенные эмоции до в поворотах потому что все таки для тех кто очень редко катается все равно будут совсем другие ощущения и по сравнению с человеком кто уже приходил не раз кататься да это будет немножечко по-другому ощущаться но вы должны запомнить чтобы показать максимально эффективное время скольжение в поворотах это не совсем то что нужно вот есть немного другие техники прохождения поворотов как можно показывать более лучшее время об этом мы рассказали выпуске про траекторию пятая ошибка наверное самая ключевая опять же связано с траекторией многие новички которые приезжают впервые покататься не совсем понимает как же выбрать правильную траекторию захода в поворот смотрите у нас там позади меня длинная прямая и логично что у нас поворот направо соответственно выбирая траекторию по широкой заходу в поворот сейчас вы видите это на видео мы выходим из поворота в более выгодной позиции но если мы заходим смотрите ближе к борту вот здесь в этот поворот то соответственно мы не сможем выйти по нужной траектории и мы упремся в борт соответственно мы будем терять время дальше у нас идет следующий поворот здесь связка такая интересная да соответственно смотрите если вы вышли зашли по широкой вы выходите вот здесь да здесь даже видно накат соответственно дальше просто вот едете в апекс и все вот здесь плавно поворачиваем рулем и выходим по опять же самые оптимальные и выгодные траектории но если вы выбрали изначально в том повороте неправильную траекторию вы окажетесь где тот примерно вот здесь и будет беда следующий поворот тоже потерян вы в него не вы никак не войдете то есть вы совершаете ошибку в одном повороте но она влияет уже и на другой поворот соответственно по траектории тоже надо иметь ввиду но приезжая к нам вы имеете большое преимущество потому что у нас есть второй этаж панорамными окнами соответственно если вы приедете до заезда там минут за 20-30 вы сможете посмотреть изучить трассу и понять даже но реально своими глазами увидеть как другие люди проезжают те или иные повороты и уже немного подготовиться это одно из преимуществ если вы приедете кататься к нам это были базовые ошибки которые совершают чаще всего люди кто приходит к нам покататься мы взяли не просто так мы анализируем смотрим и дали вот такие вам рекомендации как я уже говорил на нашем канале вы можете найти полноценные выпуски про траекторию про обгоны и есть даже выпуск полностью посвященный этой конфигурации которая у нас сейчас действует до которая на которой вы катаетесь где мы подробно разобрали где вам поворачивать делом тормозить где вам набирать скорость где сбавлять и вообще как сдать на клубные права поэтому посмотрев с этот выпуск вы можете спокойно прийти и уже быть полностью подготовленным чтобы показать клубное время обогнать своих друзей с которыми вы договорились допустим прийти но если вам этого мало и вы хотите большего больших результатов то у нас есть и школа детская школа взрослая школа женская школа где более подробно уже обучают где тренер работает с вами смотрит за вами разбирает ваши ошибки и подсказывает как вам лучше всего ехать как улучшать свое время то есть школа это самый стопроцентный вариант чтобы показывать самые классные варианты и не совершать глупых ошибок кто еще здесь кто досмотрел спасибо вам за просмотр за лайк комментарий но я на этом с вами не прощаюсь мы скоро увидимся